Добрый день, друзья! Сегодня у нас вот такой вот будет анбоксинг. Вот, посылочка приехала из Соединенных Штатов. Давайте будем открывать, смотреть. Вот так вот. Я думаю, что понятно уже сразу стало, что у нас здесь есть. Ну, это invoice. Вот. Не так интересно, я думаю. Та-та-та-та-та-та. В общем, ничего здесь такого нету. Так. Коробочка сама. Лезерман, друзья. Лезерман. Открывалась неспроста именно вот этим вот красавчиком. Очень люблю этот вот малыш. Просто чудный. Легкий. Всегда помогает. Всегда выручает. Замечательный нож. Ну, речь сегодня не о нем. Речь сегодня пройдет о вот таком вот красавце. Лезерман. Ну, фокус. Кранч. Крунч. В общем, не знаю, как правильно назвать. Думаю, все-таки кранч. Вот такая вот модель вот этого ножа. Ну, судя по тому, что он болтается там в коробке. Что-то у нас тут уложено не так. А может быть, так и должно быть. Сейчас проверим. Вон как все здесь. Сейчас попробуем так светить немножечко. Вот так вот, я думаю, видно. Здесь лежит вот такой замечательный чехол. Вот. И здесь же лежит сам мультитул. Тяжеленький должен отметить. Я даже не предполагал, что будет настолько тяжелый. Ну, тем не менее. Значит, все, что касается макулатуры лезерманом, мы знаем. В принципе, это не нужно на этом сейчас останавливаться. Но давайте начнем с самого чехла. Чехол очень даже неплохой. с американским флагом. Вот. Чехольчик такой. Ну, думаю, интересный. Очень даже интересный. То есть, можно его зацепить на ремне. Можно его... Есть здесь крепление молли. То есть, в принципе, очень даже неплохой чехол. Вот. На нем нет никаких опознавательных знаков. Я думаю, что это не фирменный чехол лезерман. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но, во всяком случае, нигде не написан. Вот. Это, что касается чехла. На самом деле, очень даже такой... Сама ткань. Видно, что такой вот доброкачественный. Швы прошиты очень неплохо. Да, все тут обработка вся просто замечательно все сделано. Ни каких ниток, ничего не болтается. В общем, нормальный чехол. Вот. Ну, давайте теперь непосредственно про мультитул. Значит... Не знаю, на самом деле, как им тут пользоваться. И как тут чего доставать. Сейчас я буду с этим играться. Вот. Ну, в сложенном виде это вот так вот выглядит. Вот. Давайте будем пробовать его все-таки открывать. Как-то даже не знаю, что тут делать надо и как. Ага. Вот ну как. Вот так вот. И все. И вот эти самые... Так-так-так-так-так-так. Еще разок. Ну вот, в принципе, все понятно. Если нужно зажать какую-либо деталь, то, в принципе, для этого это сделано. Вот. Если зажать и непосредственно удерживать. Вот. Что-то паять или что-то держать. В общем, вот такой вот инструмент. Сделал лезерман. Инструмент уже не новый. Посмотрите, с какой силой это было зажато. Как пропечатались зубцы. Вот. Единственное, что надо посмотреть, возможно, вот это вот соскакивание здесь. Так ли это должно быть? Либо что-то я не так сделаю, и оно должно как-то фиксироваться. Нет, я думаю, что все-таки так оно и есть. Вот. Инструмент, в принципе, очень неплохой. Внутри там написано 713, 0713. Нет у меня никакого понятия, что бы это означало. Вот. А, скорее всего, это 7 месяц 2013 года дата производства. Возможно, я не знаю. Опять же, боюсь ошибиться. Как это дело складывается, да, пожалуй. Вот так вот. И все. Да. Очень, очень, очень неплохой инструментик. Для того, кому нужны быть именно такого типа, значит, я не знаю даже, как назвать, плоскогубцы, тиски, кусачки. Не знаю, хотя кусачки тут вот тоже есть. Я сейчас попробую показать. Вот, я думаю, четко видно вот здесь, вот в этом месте. Вот, видно. То есть, перекусить или проволоку какую-то зачистить. Потому что, четко видно там вот, есть специальное место такое для снятия изоляции из какой-то проволоки. Вот. Что есть еще? Что есть еще в этом инструменте? Есть здесь линейка. Инчевая и линейка в сантиметрах. Так вот, я думаю, будет видно. Что-то с фокусом у меня сегодня. Вот. Такая вот линейка. Ну, это кому нужно. Вот. Что еще? Еще здесь есть вот такие вот инструменты. Сейчас попробую сложить. Не знаю. Вот такой нож. Масло, которое тут было, уже прям подсохло. Ну, во всяком случае, все равно видно, что инструмент новый. Такой вот серрейторный ножичек. Что еще? Напильничек. Двухсторонний. Вот такой вот тут на конце такая большая вот отвертка, видно. Мощная довольно-таки что-то где-то открутить. Вот прям рычаг такой получается здесь огромный. Вот. Что еще здесь у нас есть? Есть отвертка Philips. Есть маленькая отверточка вот такая. Вот. Есть отвертка средняя. Вот такая. Ну, и непосредственно серрейтор, который я показывал. В принципе, из инструментов. Я так понимаю, что больше здесь ничего нет. Вот так вот это все выглядит. Вот. Кстати, как-то интересно даже, если посмотреть, если посмотреть вот здесь вовнутрь, видно там 0.613, да, в глубине написано. А с другой стороны мы с вами видели 0.713. То есть попробую, конечно, разобраться, что означают эти цифры. Вот. Просто... Не то, чтобы это было мне как-то важно или что, но... Хотелось бы просто разобраться. Там внутри есть еще колечко для темляка. Вот так вот это выглядит. Ну, и все. В принципе, из инструментов больше ничего нет. Кольцо можно оставить вот так снаружи. Если кому-то важно, чтобы оно висело, ну, чтобы подвесить какой-то темлячок или какой-то брелок, может быть, не знаю, что. Вот. Такой вот набор инструментов. Очень прикольный. Ледерман Кранч. Ледерман Кранч. Вот такой инструмент. Что будет, если выкрутить эту штуку полностью? Давайте посмотрим. Да, ничего не будет, в принципе. А! Возможно, что вот это вот отверстие предназначено для того, чтобы можно было еще открутить какую-то гайку, которая подходила бы непосредственно под этот размер. Ну, возможно, я ошибаюсь. Возможно, это случайно сделано таким образом. Больше я здесь не вижу никаких инструментов. Но, я думаю, в принципе, основное то, что это сделано как для кусачек. только для плоскогубцев или для тисков, для того, чтобы можно было что-то зажимать и таким образом освободить руки, чтобы можно было что-то делать. Вот. В принципе, инструмент небольшой. Вот так вот выглядит на моей ладони. Ладонь у меня совсем небольшая такая. Вот. Такой инструмент. Вообще, инструмент Лезермана, конечно, это одни из лучших инструментов, которые я держал когда-либо в руках. То есть, это действительно вещь с гарантией 25 лет. Гарантия, которая действительно реально работает. Вот. Поэтому, деньги, которые потрачены на этот инструмент, они, в принципе, в большинстве своем стоят того. Ну, вот такой вот небольшой антоксинг сегодня. Спасибо, друзья, все, кто смотрел. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok